Согласно утверждениям Пачеку, картина завершена в Мадриде в марте 1631 года, вскоре после возвращения Веласкеса из Италии. Надпись на холсте, сохранившаяся лишь частично с указанием возраста принца, год и четыре месяца, подтверждает эту датировку. Балтасар Карлус, сын Филиппа IV и Изабеллы Бурбонской, родился 17 октября 1629 года. Возможно, это первый портрет маленького наследника престола, и король неслучайно поручает его написать именно Веласкесу. Принц очаровательный, белокурый и пухленький младенец, похож на маленького полубога со всеми атрибутами власти, со шпатой, командным жезлом, металлическим ношейником, атлат, шляпой с пером и в драгоценных одеждах, окаймленных золотом. Замерший и отрешенный от окружающего мира, включая карлицу, более подвижную и непринужденную, по-детски сжимающую в руках яблоко и погремушку. Два персонажа, обрамленные внушительной красной драпировкой, на самом деле далеки друг от друга. Различие в их статусе подчеркнуто четким и лаконичным стилем, изображением мальчика и более свободным движением карлицы. Различие в трактовке двух персонажей дало основание предположить, что речь может идти о картине в картине, то есть, что изображение принца на заднем плане является как бы фоном для карлицы на переднем плане, в духе того с хитросплетения загадок, которые появляются в сивильских бадагонах. Внушительные размеры полотна с громадской фигурой карлицы рядом с малюткой королем обнаруживают изобретательность Веласкоса и мудрость заказчика. Балтасар Карлос приблизительно того же возраста, но в одиночестве изображен на портрете работы Веласкоса из коллекции Уоллоса в Лондоне. Субтитры создавал DimaTorzok